Компания уборочная в Беларуси уже близка к финишу. На Гомельщине завершают уборку зерновых. В регионе убрано свыше 96% пассивных площадей. Намолочено свыше миллиона тонн зерна. Урожай уже превышает прошлогодний результат. О настроении на полях в последние дни жатвы. Материал Александра Добрьяна. За моей спиной хлеборовы Гомельщины домолачивают последние тонны зерна. Уборочная практически завершена. К началу этой недели аграрии региона перешагнули психологическую планку в миллион тонн зерна. Для песчаных почв юго-востока страны это своеобразный маленький подвиг. Уборочную полностью завершили 6 из 21 района области. Освободившиеся комбайны и их экипажи оперативно направляют туда, где еще нужна помощь. Владимир Власенко больше месяца в кабине комбайна. Когда закончились поля в родном сельхозпредприятии, переехал к соседям. Все трактористы, все знакомые, на комбайн нужно помочь. Уборочная завершается, два дня выходных будет. Начинается уборка кукурузы, все наши, так что куда отдыхать некогда. Тем временем аграрии Гомельщины уже близки и к полному выполнению госзаказа по зерну. Многие районы Гомельщины уже закрыли свой государственный заказ. И можно сказать, что зерно в этом году хорошее. Отличается высокой натурой, хорошим цветом и другими качественными показателями, которые соответствуют крупянным кондициям и продовольственному зерну. Самые горячие дни лета в лаборатории этого комбината хлебопродуктов уже позади. На высокий сезон сюда приняли работать целый студенческий отряд. Сегодня на смене будущее учитель английского, физик-менеджер и психолог. Это что-то новое. То есть ты приходишь, ты узнаешь что-то новое, интересное. Зерно как бы не каждый человек может разобраться в культуре. Где какая культура. Я, например, уже легко разбираюсь. Мы даже иногда по дороге едешь, комбайн убирает, что-то вот летит. Я уже говорю, это овес. Для белорусского каравая по всей стране уже намолотили почти 6,5 миллионов тонн зерна. Уборочная вышла на финишную прямую. Александр Добриян, Виталий Раскопов, телекомпания СТВ, Гомельская область.